Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале оперативных обзоров на все, что появляется на продаже. Хотите ничего не пропускать? Подписывайтесь на оба моих канала, ссылочка на второй канал в описании. Ну а в этом видео обсудим с вами ПТ-ху, которую выставили на продажу по очень сладкой цене в 6000 на черную пятницу. СУ-130ПМ. Великолепная ПТ-шка, всем ПТ-водам однозначно рекомендую, брать не глядя. Машина просто великолепная, плюс открытое все оборудование. Это действительно очень жирное предложение, исходя из того, насколько эта машина играбельная и насколько классно на ней можно ППТ-шить. Броней нет абсолютно, к этому необходимо быть готовым. Чистый картон пробивают все, кому не лень, без какого-либо сведения, просто наугад забрасывая. Но при этом всем вам есть чем ответить своим соперникам. Угол склонения орудия вниз минус 7, 460 единиц альфы, это действительно очень высокий показатель для восьмерки. 245 мм пробития, позволяющий пробивать большинство соперников, даже если встретитесь с девятками. Время перезарядки в 10,7 секунды с учетом оборудования установленного досылателя орудийного. Время сведения меньше 3 секунд и 2500 единиц реализуемого ДПМа. Ну что, ребят, давайте возьмем тачку и затестируем ее. Ну что, друзья, погнали. Давайте быстренько затестируем сушечку. Сушка машина интересная, классная, по маневренности и подвижности очень даже приятная. Всегда будете успевать занимать необходимые вам позиции на карте. Ну и, соответственно, исходя из картонности данной ПТшки, стоит в начале боя не рваться на передовую, поиграть по засветам ваших союзников, но уже потом сближаться с вашими соперниками и помогать их доразбирать. По орудию все классно, время сведения шикарное, время перезарядки вполне достойное. 10 секунд, неполные 11, пролетают довольно быстро. Ну а за каждый урон, накидывая от 4 до 500 единиц урона, вы будете иметь возможность из боев выходить с результатом где-то в тысячи 2-2,5 даже в проигрышных катках. Угол склонения орудия очень классный, как вы видите. Даже вот здесь вот, находясь, я вполне спокойно выцеливаю Титана 54-го и вполне спокойно, благодаря неплохой точности орудия, пробиваю его в комбашинку. При этом всем, как вы видите, набрасываю немало урона, уже накидал практически тысячу, 931 единица, что в целом довольно неплохо, всего лишь за 2 тычки. Сделали 4 тычки, ну и, соответственно, вышли из боя с результатом в 2 косаря. В общем, по ПТшке нареканий вообще никаких нет. Да, стоит готовиться к аккуратному геймплею, стоит готовиться к тому, что вам необходимо не попадать в прицелы ваших соперников. Но, если будете придерживаться этого правила и не будете сильно быковать, то, соответственно, будете героем сражений, в которых вы участвуете. Так, сейчас подъедем чуть ближе к товарищам. Ну, дай ему развернуться. Великолепно, еще 400 единиц урона. Так, Ягдтигр, 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 Ягдтигр. Ну, приговорили Ягдтигра без нас. Сейчас подождем следующую жертву, которая явно должна появиться. Стоит также отметить, что на данной ПТшке ребят, которые остались с ХП в районе 400 единиц, вы вполне спокойно добираете. Это не является для вас абсолютно никакой сложностью. И, в целом, это дополнительный плюс данной ПТхе. Вы действительно можете быть полезны своей команде тем, что даже на дальних расстояниях можете спасти жизнь своему союзнику тем, что вовремя доберете соперника, с которым он, допустим, бодается в клинче. Короче говоря, за те деньги, за которые выставляют на продажу данную ПТху, брать стоит однозначно. Особенно, если вы ПТ-вод или если вы любите как раз поснайперить, играя на ПТшке где-нибудь в кустах через всю карту, то ПТха прям создана для вас однозначно. Как видите, в данном бою победа. Победа заслуженная абсолютно всей командой. Я тоже что-то сделал для этой победы. Да, пускай я никого не уничтожил, но при этом всем я накидал, может, не прям совсем огромное количество урона, но достаточное для того, чтобы не пасти задних. 2300 единиц урона, знак классности третьей степени. По фарму фармить на данной ПТшке можно. Я не могу сказать, что это мегафармер, но с минусом вы из боев выходить не будете. Как видите, здесь, если отнять бустеры кредитов, то, грубо говоря, где-то 1000 ендок 50 можно было бы чистым получить без премиум аккаунта. Ну, с премиум аккаунтом, понятное дело, больше. Ну, а по поводу результативности в команде, смотрите сами. Третье место и мог бы сделать больше, ну, просто бой так сложился. В общем, ПТ-ха стоящая и за такие деньги, как я уже говорил, можно ее брать абсолютно не глядя. И поверьте мне, вы никогда не пожалеете о голде, которую потратили на приобретение СУ-130П. Я пошел снимать следующий абсолютно честный быстрый обзор на еще одну машину из Черной Пятницы. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.